Доброе утро И с вами Роман Дусенко Мы продолжаем тему исследования эффективности управления людьми Почему это так важно? Потому что на самом деле эффективность Это наверное то немногое, что есть у нас в ресурсе Для того, чтобы сделать то место, в котором мы все с вами живем Немножечко лучше Если каждый в своей компании сделает так, чтобы его компания работала более эффективно То в целом ситуация может измениться А как это сделать? Первый вопрос Очень много книг написано о том, что и на что нужно делать А вот как Поэтому мы приглашаем интересных, известных людей в своей профессии Которые опытом доказали о том, что что-то изменить можно И сегодня мы поговорим с Татьяной Гладюк HR-директора Inventive Retail Group Которая принадлежит такие известные торговые марки Которые, например, мой ребенок очень любит Рестор Лего, Найки и Самсунг И наверное еще какие-то там много, да? Спасибо, Роман Добрый день, доброе утро Вернее сказать, у нас 10 брендов на сегодняшний день Делится на потребительскую электронику, группу детства и группу спорт Некоторые уже перечислили Рестор, Самсунг, Сони Центр Детские бренды это Лего и Кедрокс детские товары И спортивные бренды это Найки, Стритбит, Руки и новый бренд Нашлип Я понял, почему мне так теперь отзывается это в сердце Потому что когда-то на заре своей молодости я занимался предпринимательством И мы разговаривали с компанией Сони Это было там начало 90-х годов Я жил еще в Дальнем Востоке И они предлагали нам открыть фирменный бренд-стор такой Поэтому вот я даже как-то в какой-то очень там отдаленном области Могу сказать, что я чуть-чуть понимаю, как работаешь бизнес У нас был просто мультибрендовый магазин, где мы продавали аудио-видеотеку Татьяна, мы же можем на ты, да? Ну конечно Да, смотри, вот ты как HR-директор, как специалист Ты мне сказал, что ты еще и психологическое образование Вот скажи мне, пожалуйста, я тебя увидел И с первой секунды, как я тебя увидел, я улыбаюсь И ты мне улыбаешь Вот между нами сразу установился какой-то такой замечательный контакт Который создает тепло, атмосферу доверия Вот это является основой выбора человека Потому что многие книги Мы сейчас просто чуть-чуть разогреемся Я почему об этом тебя спрашиваю Многие книги, например, там про Southwest Airlines, про Google Они говорят, ребята, смотрите на людей Хочется вам человеку улыбнуться, берите его в компанию Не хочется вам улыбнуться, чувство юмора Никогда не научите Давай немного, пока отвлеченно, минут пять побеседуем на эту тему Почему мы с тобой улыбаемся друг к другу, а с другими не улыбаемся? Я на самом деле много улыбаюсь Я и с другими людьми улыбаюсь Мне кажется, что не обязательно улыбаться Демонстрировать широкую улыбку Достаточно иметь доброжелательное лицо То, о чем мы говорим нашим сотрудникам Кандидатам, когда приходят в компанию Если я смотрю на человека Я вижу, что он готов Видеть новых людей, незнакомых людей Готов общаться В принципе, этого уже достаточно Главное быть открытым и люди это чувствуют Не обязательно прям Широков Некоторые говорят, а голливудские Кому-то их свойственно, кому-то нет Кстати, удивительная вещь Иногда в той же Европе или в Америке Зачастую и не встретишь особых улыбок Люди заняты своим делом Но когда тебе нужно что-то, ты у них спрашиваешь Да, конечно, в маленьких магазинах тебе сразу подходит А в таких мультибрендах, в больших магазинах Ты можешь, как говорится, в этом айфоне в том числе Потому что у меня ребенок не пропускает ни одного магазина, где написано Apple Resale Вот мы все время с ним заходим И абсолютно разные Для того, чтобы еще чуть-чуть людей погрузить в эту атмосферу Скажи, пожалуйста Вот розница Это значит основная сила движущая Это продавцы, да, по-русски Таким словам Продавец Вот какую долю в общей численности персонала Компания занимает вот эта категория? Основную долю, безусловно Здесь нужно всегда следить за пропорцией Сколько у вас людей в компании Офисных, как мы говорим Это соотношение розницы Те, которые поддерживают И основная, конечно, доля должна быть Ироничный персонал И если есть возможность минимизировать количество людей, которые Оказывают поддержку, они являются прямым контактом С покупателем, то, конечно, этим нужно заниматься Хотя понятно, что никто не отменяет Обязательный процесс IT, документооборот, бухгалтерии и так далее Базовый минимум, конечно, должен быть Аня, вы не болеете болезнью аутсорсинга? То есть, всё раздали, и только вот у вас там один директор И ещё кто-нибудь, всё остальное И продавцы Да я не могу сказать, что это болезнь Наверное, для каких-то компаний это эффективно Но мы не используем А вот сколько численности вообще примерно Компании, если это не закрытая информация? Нет, не закрытая информация У нас 2500 розничных сотрудников И чуть больше 300 человек Офисный персонал На этом месте вот уже практически в течение года Побывало много HR директоров И с чего мы начинали всегда? Ну, с таких верхнего уровня вопросов Тем более, когда огромное количество людей Которые на самом деле Ты знаешь, мне посчастливает в своей жизни Быть знакомым с Джоном Шоуом Автором концепции «Превосходный сервис» Как конкурентное преимущество И мы с ним дружим, переписываемся И он говорит, слушайте, ну подумайте Самую главную функцию коммуникации с клиентом От того, где происходит сделка для бизнеса Мы отдаем самым низкооплачиваемым сотрудникам Вот, и здесь возникает вопрос Как сделать так, чтобы люди На самом деле не самые высокооплачиваемые А возможно, и мы это, наверное, не скрываем Что среди них достаточно высокая текучесть персонала То есть, они постоянно меняются Потому что, наверное, они молодые Но это мне сейчас сама больше расскажешь Как сделать так, чтобы они понимали Куда идёт компания? И вообще, понятие стратегии для них Это вообще нужно, не нужно? Понятие стратегии обязательно для любого сотрудника в компании Сейчас, несмотря на то, что сотрудники молодые, к правилу, приходят в розницу Но почему молодые? Потому что, в принципе, это работа тяжелая 12 часов находиться на ногах достаточно сложно И для многих ребят это всё-таки такой первый выбор Многие рассматривали себя как временную работу Позже уже остаются в профессии И принимают такое решение Очень важно Понятно, что все приходят на работу за деньгами И здесь базовый уровень Конечно, мы абстрагируемся Это понятие высокая зарплата, низкая зарплата И многие для себя воспринимают доход как достойный Тем бы они не занимались То же самое происходит и с продавцами Это стартовая работа человека Приходит в любую профессию И никто не говорит, что он будет получать Какие-то высокие миллионы, гонорары и так далее То есть, в принципе, это вполне достойные деньги Для студента, для сотрудника, который только пришел в профессию Но этим людям очень важно осознавать Что они делают важное, значимое дело Что работу, которую они выполняют в компании Ценится, что она важна Что они являются важным звеном какого-то процесса Поэтому коммуникация о стратегии, о миссии компании Не о ценностях Должна быть настолько регулярна, настолько на всех уровнях Чтобы сотрудники могли связывать свои ежедневные цели С целями компании краткосрочными, долгосрочными Это, безусловно, повышает эффективность Кто в компании, у вас Я предполагаю этот ответ Вовлечен больше всего в транслирование стратегии Начнем в стратегии вообще до вас, до топов, до людей Генеральный директор И прям реально он это понимает и делает Да, у нас генеральный директор очень вовлечен в коммуникацию с продавцами У нас, в принципе, каждый топ-менеджер регулярно посещает магазины И региональные, и локальные магазины То есть, в смысле, как мистери-шоппинг или как Нет, нет, прийти в магазин У нас есть корпоративный портал, ресурсы Есть фотографии людей, есть соцсети, есть коммуникационное пространство И люди, которые работают в компании на определенных позициях Не представляют собой тайну для наших сотрудников Когда-то узнают сразу Иногда не узнают Я вчера пришла на тренинг Некоторые новые сотрудники не узнали Не идентифицировали тебя Да, я с ними познакомилась Они говорят, а вы кто? То есть, мы с ними познакомились и уточнили Они некоторые наши То есть, они не смотрят кино с фотографиями Нет, иногда люди не могут споставить Они догадываются, что я в Москве должна быть А тут я нахожусь в другом городе И с ними я сразу А, и так ты была вчера в Питере, да? И ты заходила в магазин прямо? В магазин заходила, была на тренинге Я общалась с ребятами с нашими То есть, у тебя тоже есть некая функция? То есть, где бы ты ни была, ты заходишь И делаешь какое-то свое внутреннее Представление Ты сразу реагируешь или уже постфактум? Для меня это не функция, для меня это внутренняя потребность Я не представляю, как можно работать в рознице И не общаться с людьми, на которых, по сути, держится наш бизнес Мне очень важно, как они думают Как они себя ведут с покупателями Более того, когда я вижу реальные ситуации Мне это больше помогает выстроить по-другому Наш процесс подбора, наше обучение То есть, что еще нового можно внести в наш процесс Чтобы покупателю нашим магазинам было еще более комфортно Класс, класс Так вот, вернемся к стратегии Ваш генеральный директор, что он делает? Наш генеральный директор, во-первых, проводит регулярные встречи с продавцами У нас сейчас 25 числа будет круглый стол Мы это называем с генеральным директором Куда мы приглашаем всех лучших продавцов наших магазинов То есть, со всей страны берутся какие-то лучшие люди? Ну, чаще мы, конечно, приглашаем все-таки Москву Приглашаем кого-то Мы устраиваем локальные встречи в Москве Устраиваем в Питере Там можно собрать большое количество людей Но у нас генеральный директор регулярно ездит по всем регионам И мы... Сам? Да, да, конечно Также руководители Мы приглашаем продавцов в какой-то отдельный магазин Утром, перед началом рабочего дня И обсуждаем важные вопросы для ребят То есть, они откровенно в диалоге И он сообщает именно стратегию компании Конечно, мы еще раз говорим о том Что важно для компании Куда мы идем Наши стратегии, наши миссии, наши ценности Все эти вопросы регулярно проговариваются Плюс у нас есть соцсеть У нас есть регулярные рассылки, конечно А у нас соцсеть с мобильным приложением Или как? То есть, они... Уровень диджитализации должен быть слон в шоке Потому что мы работаем с тем поколением Которое не признает другие технологии Конечно, и для них также является критерием выбора Сейчас я знакомилась с последними обзорами Вот Гэллоп нас настаивает в том числе на том Что люди выбирают рабочее место Одним из базовых условий является уровень цифровых технологий в компании Уровень диджитализации Потому что автоматизация, прежде всего, конечно, процессы для компании И это то, что уже есть по сути в любой компании А диджитал тоже мое Да, то, как со мной будут общаться Насколько я буду влечена Насколько я буду понимать, что происходит в компании Ты, знаешь, я ехал сейчас на радио И наш трендсектор Герман Гриф сказал, что В конце концов, когда мы уже поборем трудовые книжки Уже везде мы как бы с этим существуем Больный вопрос Я думаю, так, что поборет рано или поздно Отлично То есть, зайдя в магазин, в принципе Любой человек, общаясь с продавцом Не то дело, может быть А вообще, в чем стратегия вашей компании И это не будет встречено с шоком Или, почему вы там с меня об этом спрашиваете Значит, стратегия компании и что-то с каждым Конечно Если вот простыми словами, доступными Которые, ну, транслируются вовне Какова стратегия компании? Конечно, мы стремимся быть первыми Как многие компании, мы стремимся быть первыми Мы стремимся быть компанией, которая предоставляет Уникальный сервис для покупателя Мы предоставляем лучшие товары И таким образом мы создаем для наших покупателей Какой-то свой новый тренд, новый имидж Своё пространство, в котором они могут существовать С тем, что мы им предлагаем Мы постараемся, мы стремимся к тому, чтобы стать передовыми Операторами розыжных технологий Компании мирового уровня Вот этими словами примерно наши продавцы Объясняют нашим покупателям то, чем мы хотим Мы хотим быть первыми Мы хотим делать свой бизнес лучше И мы хотим продавать качественные товары Ты знаешь, я вот помню Я когда учился в бизнес-школе Сколково У нас был assignment, контрольная работа И нам нужно было выяснить Как компания Мойтхеннесси Луи Витон Стала вдруг лучшим мировым брендом И вот в рамках этого исследования Я понял, что именно система Директ Стор То есть прямоуправляемых бренд Монобрендовых магазинов В которых создается именно атмосфера То есть Луи Витон это не только чемодан Это принадлежность к чему-то, нечто большему И вот ты мне сейчас сказал И у меня вот откликнулось И я сейчас примерно понимаю Что, например, мы достаточно часто У меня сын того возраста Который является вашим клиентом Лего, это любимый наш магазин Недавно мы выбирали подарок И он воспользуется сайтом Мы ехали в конкретный торговый центр Он конкретно выбрал конструктор Он его отложил Сам пришел Я отложил номер моего заказа К нему все там сказали Он был, конечно, в восторге И вот это состояние в каждом Вот знаешь, какой вопрос А как вам удается при всей похожести стратегии Создавать уникальность бренда В каждом отдельно взятом магазине Одна из ценностей нашей компании Это команда индивидуальности Мы когда подбираем сотрудников на работу Мы не учим их говорить шаблон Более того, мы стараемся развивать людей Как личности К нам приходят молодые таланты И мы стараемся их всячески абстрагировать Призывать не использовать шаблонные фразы А стремиться расположить к себе покупателя Как мы сегодня начали наш разговор Давайте пять минут погремим в чем-то другом Заходит нам покупатель в магазин Почему не спросить, что происходит на улице Какая погода Покупатель там был, а продавец находится всего день в магазине Он не знает, что там это совершенно искренний вопрос И это ломает лед Это создает какую-то площадку свободную для дискуссии Поэтому призываем наших продавцов Читать книги, развиваться, ходить на выставки Чтобы они могли Вы предоставляете им эту возможность? Или это все самостоятельно? Ну, конечно, когда к нам человек приходит У него должна быть некая база Приходит к нам кандидат на собеседование Определенные бренды Мы, конечно, задаем вопрос Какую книгу вы сейчас читаете? Или что вы прочитали? Чем вы занимаетесь? Чем вы увлекаетесь? Какие ваши хобби? Поскольку одним из критериев удержания людей В нашей компании является окружение Люди приходят на работу И хотят видеть вокруг себя себе подобных Людей, с которым будет интересно С кем-нибудь разглаз С кем им будет интересно Кто для них будет компанией Новыми друзьями и так далее Но ведь действительно Они же очень много времени проводят там Конечно, а дальше мы для них уже готовы выстроить Дальше эту площадку, этот мостик У нас сейчас начинается проект Хорошая погода скоро на улице У нас ступит Open Air И у нас сейчас будет Это на свежем воздухе Все мероприятия будут на свежем воздухе Мероприятие для сотрудников? Для сотрудников, да Сейчас будет первое мероприятие У нас по стилю Мы приглашаем достаточно известного стилиста Который будет говорить о том Как совмещать спортивные элементы С классикой, новые тренды в одежде Потому что у нас достаточно много новых направлений Течений У нас магазины спортивные И многие хотят носить спортивную обувь Как это делать правильно? Не знают как Я сейчас переброшу мустик По крайней мере, я постараюсь Мы проговорили про стратегию И мне понятно и интересно Что генеральный предлагает очень много усилий к этому Вчера буквально, знаешь, интересно было Я тебе сказал, что был мастер-класс Сколково, карьера или бизнес И там пришло много людей Корпорат, я защищал, конечно, карьеру Потому что, как бы, считая себя Человеком, который умеет помогать людям Строить карьеру И генеральный сказал И меня спросили Вот что делать с людьми Вот посмотрите, сколько у нас людей Которые как баланс Я говорю, включать их Ну, включать за счет создания эко-среды Культуры А кто должен это делать? Конечно, первое лицо И для многих это было откровением И мне сказали Да вы знаете, на самом деле Ну, не так много генеральных Которые хотят еще что-то делать Я говорю, а он рано или поздно Либо он это делает Либо его компания Рано или поздно куда-то растворится Вот в этом смысле Вот к нему пришло это осознание сразу Твоя роль, как и чара Была в этом какая-то Вот ты вообще вот В этом смысле для генерального Как кто? Ну, я могу сказать Что мне повезло в этой компании Очень сильно Потому что у меня Одно из образований Это гостиничный бизнес-туризм То есть, в принципе Я изучал клиентоориентированность Сервис Но осознание того, что есть сервис И кто такой клиент Пришло ко мне в этой компании И с этим генеральным директором Это он тебе показал, получается? Он На уровне системы Методики Каждый день Он показывает всем своим поведением Всеми своими коммуникациями Что для нас клиент Это номер один Например? Как это выглядит? Как может генерально показать Что для него клиент Значит, что больше всего? У нас есть Первый для меня индикатор Я для себя Как покупатель Я часто на себе И использую Такую методику Есть у нас Почта Фидбэк Почта Ру Она везде На наших сайтах есть Любая проблема Покупателя Должна решаться немедленно Ух ты То есть у нас На чеках Везде есть адрес Что покупателя Произошло И это Немедленно проблема Должна решаться На эту почту На эту рассылку Подписаны Все руководители В том числе Генеральный директор И нет Таких проблем Которые генеральный директор Он бы не видел Да А написать может кто угодно Ему не безразлично Кто угодно Может писать Любая может проблема И сотрудник Даже кандидат У нас иногда пишет Говорит Я отправил вам резюме Две недели назад Почему вы мне не отвечаете? А принято Подожди Правильно я тебя услышал Что и внутренний клиент Тоже является клиентом То есть человек Работающий в компании Кандидат Это тоже как внутренний клиент Это тоже внутренний клиент И у вас есть культура Отвечать им всегда То есть вы не можете Как 90% компании промолчать Культура отвечать И более того Мы декларируем На всех уровнях Что любой сотрудник Может прийти К любому руководителю Может прийти К генеральному директору Не нужно для этого Пройти 50 ступеней Написать письма И согласовать встречу И принести какую-то идею Да Для того чтобы поговорить Мы как раз Декларируем культуру Открытости Мы исповедуем открытости Это одна из наших ценностей Для нас очень важно Мы могли высказать Свободно свое мнение Итак я услышал Уже две ценности Первая открытость Три Быть номер один Я не знаю Это ценности Это команда индивидуальности Команда индивидуальности Здесь очень важно И клиент Как Клиент номер один В нашем бизнесе Клиент номер один Все Еще какие-то ценности Есть в вашей компании Совершенство Совершенство Эта ценность Как раз заложена В нашей миссии В стратегии Мы всегда стремимся Делать все Наилучшим образом Всегда есть все Что можно улучшить Я не буду говорить Как вы выбирали Это на самом деле Не так трудно Создать корпоративные ценности Но мы понимаем Технологии Существуют Стратегические сессии Все остальные Скажи мне Это самое главное Как это Поместить В мозг Сотруднику Чтобы у него Это дало Определенные Всходы И он сказал Мои ценности Соответствуют Этим И это Тра-два-три-четыре-пять И все И он говорит Я работаю В этой компании Это мои ценности Вот Какого рода Титанический труд Ты проделала Чтобы люди Стали это воспринимать Как свои А я вот как раз Не стала проводить Стратегическую сеть Для того Чтобы людям Предложить Какие-то ценности Я как раз Проявила опрос Я пошла от людей Мы пошли снизу Что люди чувствуют Что для них важно Потому что для меня Это был новый опыт Придя в эту компанию Работать с поколением Вай Потому что я все-таки Обычно До прихода в эту компанию Работала с более Зрелыми людьми Для меня это был Колоссальный В некотором смысле Новый опыт Потому что у нас 90% людей Работающих в компании Это сотрудники Совсем Можно сказать Юные В средний возраст Компании 27 лет В средний возраст Некоторых брендов Спортлина 21 год И Даже 10 лет Это уже можно сказать Другое поколение Мне очень важно было Понимать Что эти люди чувствуют Что для них важно Мы провели опрос Ты пионер Выдели ценности Хорошо То есть ты спросила Что для них важно И ты собрала Как бы пул Такой массив ценностей Которые Которые разделяют люди Что с ними дальше Это же не явно От этих шесть У них были какие-то свои Было на самом деле Порядка 12 Не так уж То есть оно все Вложилось Друг в друг И что с ними потом И дальше Мы уже с достаточно Большой аудиторией Это наверное Аналог Стратсессии Разбирали Что для нас важно Как мы можем И каждый высказывал И каждый высказывал И совокупность Этих высказываний Прорвались в некие правила Да Дальше мы еще провели Одно сись еще одной Более того Через два года Мы провели еще один опрос Убедиться в том Что те ли ценности Мы выбрали Смогут ли люди Их разделять Прекрасно Вот я прям Ты знаешь Мне так приятно Это слышать Потому что Я на кончиках пальцев Скажи мне пожалуйста Вот провели опрос Что сделали Вот прошел год А внутри этого года Как сделать так Чтобы люди помнили Обойтиться Как сделать так Чтобы они жили по ним Как сделать так Чтобы они стали Неотъемлемой частью Их существования Ты же говоришь Что там текучка огромная Ну у нас Я не могу сказать Огромная Но текучесть есть Это естественный процесс Породница Породница Да Тем более ты говоришь Это же и студенты Которые у вас работают То есть люди Тем более для них Это первая работа То есть вот в том В том краткосрочном Периоде своей жизни Когда они проходят с вами Он зашел Ты должна ему рассказать Что за компания Генеральный должен ему Объяснить что Стратегия Он должен попасть в культуру Которая поддерживает Трансформирует Вернее поддерживает И культивирует ценности Он должен их принять Под ним пожить чуть-чуть Отвалиться Жалко же он отходит Уже тогда Когда он уже наш человек Так вот Как вот ему Что с ним делали Это курсы Тренинги Не знаю Там памятки Которые везде Это как раз Весь комплекс мер Но главное Чтобы подкреплялся Реальными примерами О А что такое реальный пример Реальный пример У нас происходит Какой-то кейс У нас есть одна Общая купленная платформа И вы на ней живете Мы на ней живем Да И есть еще дополнительные Свои разработки Окей Тогда получается Что вот эти ценности За счет разбора Люди понимают А у меня вопрос Вот например У вас там 10 магазинов Это 10 разных социальных сетей Или это одна социальная сеть Одна социальная сеть Одна социальная сеть Пространство Более того Все процессы Должны быть связаны Между собой Вариант Когда мы опрос провели В одном месте Результаты тестирования Собрали в другом Обучение у нас На третьей площадке И в случае Если человек Уваляется Не дай бог Собрать эти данные Не представится Возможно Мне представится Потому что я По крайней мере Людей знаю А вот Если там кто-то другой Начнет этим заниматься То для потомков Это будет история Неприменимая К использованию Поэтому мы внедряем Сакцесс-фактор У нас сейчас второй год Это продукция Комплексная У нас достаточно система Все туда входят Процессы Подборы Адаптации Социальная сеть Джем Целеполагание Оценка Эффективности Деятельности Класс Хорошо Теперь уже стало понятнее А какие-то такие вещи Простые Чтобы человек не забывал Какие-то раздатки Ценности Которые должны быть написаны Просто спросите Что для тебя это ценность Что-то вы тоже такое все делаете В обучении Есть плакаты Есть безусловно А то есть еще и план обучения Ценностям Да какой-то У нас ценности есть В каждом обучении Потому что людям Все равно нужно Немножко освежать У нас есть доски Информационные Во всех магазинах Хочется к вам прийти Покажешь Как все там Обязательно Есть еженедельная Коммуникация От генерального директора Информационного Еженедельная Он пишет письмо Или видео По-разному У нас есть и видео Есть обращения Регулярные Генерального директора Каждую Привет, друзья Неделя прошла так Я там делал то-то, то-то Спасибо того Лучший человек Недели такой Это обращенная версия Он дает некий обзор рынка Что сейчас происходит в компании Он все-таки погружает людей В контекст В контекст Да Люди должны понимать ситуацию в целом Почему компания действует таким образом Потому что в экономике сейчас Есть некоторые события Которые позволяют компания Таким образом свои действия планировать Хорошо Мы с тобой заявили тему Эффективность людей через мотивацию Отчасти Я для себя уже уяснил Что главные мотивации Это среда И общение И коммуникация Но для тех радиослушателей Которые бы хотели А вот я стараюсь сделать Свою передачу более практичную Чтобы Генеральный директор Там Собственник В России Не у всех есть HR-директора Отчасти Во многом Это малый и средний бизнес Там 100 человек 200 Не важно Может быть там кадровик Это и есть HR-директор Но человек понимает Что надо что-то большее И вот мы сейчас услышали Умеющий уши Как я говорю всегда Да услышит Что он может быть Сегодня возьмет И напишет первое письмо Своим работникам И я буду невероятно рад От того Что я сделал это дело Другой генеральный директор Через неделю напишет А вот что-то Как приступиться К понятию мотивации Ведь мы же понимаем Что мотивация Это деньги Это какой-то Гигиенический фактор А вот наверное О чем бы ты хотел Сказать О нематериальной мотивации Или о системе материальной Куда мы с тобой уйдем В оставшееся время Материальная мотивация Мне кажется Это естественный Деньги Деньги должны быть Это базовое минимуме И это должно быть честно Прозрачно Да Совершенно честно Это всегда должно быть прозрачно Доступно У нас это реализовано Через мобильное приложение Когда продавец Будет каждый день Видеть Сколько ему осталось До выполнения плана Прямо то Что я хотел спросить Очень важно И сколько зарабатывает Его коллега То есть это такая прозрачно Видят ли люди Друг друга бонусы Они видят свои планы В рамках магазина Люди понимают То сколько зарабатывает Можно я уточню Ты сказала В выполнении плана Или в деньгах Он что видит Своим мобильным Сколько размеров У него премии будет Или размер его плана У нас сейчас дискуссия То есть люди сейчас Видят свои деньги Мы сейчас обсуждаем С коллегами Что еще им важно видеть Они видят пока Друга в рейтингах Потому что Мы считаем Что все-таки деньги Это достаточно Такой сенситивный вопрос Но сейчас Новое поколение Охотно делится Кто сколько заработал Это вообще Совсем по другому Такая идея Непобедимая Буквально одну секунду Скажу Мы когда продавали ОТП банк Вернее Это был инвесбербанк Венгерской группе ОТП Приехали в Будапешт Мы говорим Почему вы такие успешные У них такая выработка Говорит А пойдемте Мы сейчас внедряем Эту систему Пока она на листочке Заходим в кухню В доп. офисе Висит листочек Кто сегодня Сколько заработал Кто сегодня Сколько обслуживает клиентов Она сразу показывает Ты обслуживаешь клиента Внутренняя стоимость Такая и все остальное На твоем месте сидела Даша Капранова Из техносилы Они сделали эксперимент Они открыли бонусы Для всех И они видят всех Кто сколько зарабатывает Потому что Секретов нет Для всех Одинаковый рейтинг Продал телевизор Заработал столько И она говорит Слушай Это вообще Это было взрывом Вот наверное Может вы тоже К этому придете Окей С деньгами все понятно Главное Честность Принципы Открытость И человек должен Реально понимать Сколько он зарабатывает И желательно В режиме реального времени Да Сколько он заработает На что он может вообще рассчитывать Каким образом Может измениться Секрет Значит буквально Сейчас еще одну секунду Удивительная вещь В последнее время Ко мне стали обращаться Люди не только По карьерному коучу Но и потому Когда их увольняют И не выплачивают деньги Кидают Мне кажется Это так стыдно Мне кажется Человек вообще Выкидывает на улицу Без денег И я тогда говорю Что я очень уважительно Отношусь к работодателям Но если человека Выбрасывают на улицу Пусть работодатель За это платит Платит по полной программе Окей Это не наша история Да Это не наша история Поехали Нематериальная мотивация Что вам удалось придумать И что вы сделали Такого Чем ты можешь гордиться У нас все-таки Молодое поколение И мы развиваем Несколько вещей Во-первых У нас Система управления талантами Мы в какой-то момент Пришли к выводу Поскольку у нас бренды Все разные У нас работа Прогрессивная молодежь И нам нужно Нам достаточно сложно Людей интегрировать В нашу компанию То есть пришел человек Он пришел с каким-то Своим опытом Своим грамотом И так далее А нам нужно Иногда он сегодня Нам нужен в одном бренде А пройдет год Мы будем открывать Новый магазин Нам хотелось бы Замещать Вократные позиции Следующего уровня Именно нашими людьми Поэтому у нас Управление талантами Достаточно хорошо развито Два года Мы активно этим занимаемся Развиваем Два слова буквально Что такое Вот в твоем понимании Управление таланты В практической реализации В практической реализации Для нас Это несколько по-иному Звучит Как в том У нас есть лидеры А лидеры для нас Это люди Которые больше всего Продают У которых есть потенциал То есть явно Посчитанная категория Явно посчитанная категория То есть они должны Хорошо продавать И они должны иметь Потенциал И желание расти Вот для них Есть специальные программы Обучающие Чем меряете потенциал Мы меряем потенциал Асессментами Мы не применяем Пока тестирование Потому что тесты Они странные Вообще И мы все-таки Собираем обратную связь От коллег То есть вот это вот По сути Мы смотрим на человека Как он с друзьями С коллегами С начальниками И восприятие его Руководителя Я не могу сказать Что это пока Полный функциональный 360 Но это вот Но в некотором смысле Супер Итак потенциал Лидерство А лидерство Измеренное в объеме продаж Это лидер Это талант Это то На кого вы ставите ставку В компании Они получают какие-то Бонусы определенные Я имею в виду С точки зрения Развития Обучения Это люди Которые в первую очередь Будут рассматриваться На следующий Кадровый резерв В тот настоящий Кадровый резерв Который всегда все говорят Да И вторая группа людей Которые для нас так же Водна Это эксперты Эксперты Стратегии нашей компании Базируются на том Что мы продаем Высочайший уровень сервиса И мы продаем экспертизу Эксперты Это фанаты? Фанаты у нас все На к нам нельзя прийти работать То есть например Человек работающий в ресторе Это человек, который очень глубоко знает Он знает прям вот Эппл Прям вот Прям вот на зубок Ему очень нравится Иногда эти люди Не хотят расти Они довольны Вполне А вы их не отправляете В Купертино Для прогулки По хед-офису Компании Эппл Самых лучших? Куда мужем мы отправляем Я не могу сказать Что мы прям Отправляем в офис Эппл Потому что здесь Нужно всегда Вендору быть готовым К тому Чтобы встречаться С нашими коллегами Но у нас есть Такая практика С Лего У нас есть такая практика С Самсунгом Мы сами стараемся Для ребят Что-то организовывать Что могло бы их развивать В принципе У нас с вендорами Очень много И не конфетки едят Скажи пожалуйста Вы даете возможность Людям пользоваться Этой техникой Ведь не каждый Судент может себе Позвольть Эппл Как он в нем разбирается Если у него самого нет Или он покупает Или какая программа Например здесь существует У нас конечно же Есть программа И мы скажем Лояльность Программа скидок Для наших сотрудников Во-первых Во-вторых Она чувствительная Я так понимаю Очень чувствительная Но более того Сотрудникам Которым необходима Техника Для их непосредственного Уполнения обязанностей Она есть То есть человек Работающий в отделе Продаж сотовых телефонов Эппл Не может прийти на работу С Нокио Или с Самсунгом Ну может Но у него есть Ему дают На пользу Смотри И учись То что дают учиться Это 100% Все тренеры Которые работают С Эпплом Работают на Эппл С Самсунгом На Самсунге Сони на Сони Со всем что есть У Самсунга Есть соответственно У тренера Потому что иначе Он не может научиться Не может научить То есть Такая техника У всех людей есть В Ресторе Мы практиковали Когда всем сотрудникам Давали Айпад Окей Отлично Итак Что дальше Какие еще элементы Если вот так вот Крупными мазками Вот эта вот система Нематериальной мотивации Лидерство Управим талантом Положили первый кирпич Следующий кирпич Это спорт Спорт И различного рода соревнований Все-таки у нас работает Прогрессивная молодежь Это люди Которые Хотят двигаться С вами младые Они активные Нужно что-то предлагать Футбольные команды Собирать Футбольная команда Баскетбольная команда Волейбольная команда У нас есть бег А в городах Как это все Вы же здесь Ну понятно Хед офис А в городах А в городах Мы предлагаем ребятам Инициативной группе Организовывать тренировки Мы готовы пригласить Какого-то тренера Любого То есть вы готовы Финансировать это Да Скажи мне пожалуйста Вот я очень хочу Чтобы ты мне рассказала Зачастую Руководители Верят в то Что корпоративная культура Дается бесплатно Ведь Скажи мне вот Честно Ведь Чтобы корпоративная культура Зажила В нее нужно инвестировать Не только время Но еще и деньги Деньги Но времени больше Времени больше Бесплатных корпоративных культур Не бывает Не бывает Не бывает Вообще нематериальной мотивации Вот так называется Как-то несправедливо Мне кажется Она на самом деле Она-то нематериальная Как бы называется Но для того Чтобы в компании Она существовала Это серьезные Продуманные Расчеты Ну в хорошем смысле Расчеты Потому что Компания же должна Зарабатывать деньги Мы же Вот если вот Абсолютно по-простому Утилизировать все Компания создана Для того Чтобы зарабатывать Прибыль Любая система Любые Любые Добрые дела Ну в хорошем смысле Для людей Они несут под собой Простой прагматичный смысл Сделать так Чтобы компания Работала более эффективно И мы это понимаем И это хорошо Так вот Вот Именно спорт Да Почему спорт Ну молодость Да Что вот вы там Как я не знаю Дружите с другими Какими-то магазинами Или вот Вам хватает всех своих Откуда берутся идеи Для этого всего Ну во-первых Мы сами продаем Спортивные А да У вас же Найки У нас же Найки У нас есть А Найки Как-то вы там принимаете Участие Головная какая-то Конечно То есть они помогают вам Ну у нас Мы участвуем Во всех забегах А да То есть марафон И все это Все-все-все То есть у вас есть Внутренние лидеры Которые наиболее Активны в спорте Конечно У нас есть Приглашенные Различные тренеры У нас недавно Прошел в компании День здоровья Когда мы организовывали Лекции Для наших сотрудников Диетолог Кардиолог Офтальмолог Разные специалисты Консультировали Наших сотрудников Но так как Вы У вас получается Вы же очень Магазины небольшие У вас нет возможности Своей еды Какой-то добавить То есть у вас Люди Питание уже У них сами Они по себе То есть вы Просто рекомендуете Как правильно питаться Например Мы говорили Если там Какая-то Голобальная компания С огромным офисом У них и столовая Может быть Какое-то Здоровое питание Готовить А вы просто Расскажите Что такое диетолог Ну конечно Вы же питаетесь Не только в столовой Которой корпоративной Вы питаетесь Еще дома Вы питаетесь В выходные И так далее Конечно Питание Это культура Которая внутри Отлично Дальше Следующий кирпичик Сервис О Какие плюшки Получает сервис Сервисный подход В обучении У нас сейчас Закончился Достаточно Длинный конкурс Он длился Больше шести Месяцев Когда наши сотрудники Боролись За автомобиль Было очень много А что за автомобиль К сожалению Автомобиль Не выиграл Никто Как это Специально подстроили Нет Не специально Несколько сотрудников Не дотянули То есть должен был Абсолютно Легальный Инструмент Но выиграли Да Очень много Других Ценных призов Дорогих Ценные Достаточно Такое широкое Понятие Дорогие призов То есть Любой мог выиграть Автомобиль То есть От него зависело Никакой подтасовки Не было Нет У нас все данные Все графики Все результаты Всегда Это впервые Было проводилось Такой конкурс Сервис Мы Культурсервис Продвигаем На всем этапе существования Компании На всем периоде Но вот такой масштабный Конкурс У нас был В первые Можно я тебя спрашиваю С точки зрения Прагматичности Вот Совокупная стоимость Призов И инвестиций Времени В эту программу Создание Графика Все остальное Оно Покрылось Тем усердием Людей И объемом Продаж Которые они Принесли Мы сначала Считаем Рои От любого Нашего проекта А потом уж Конечно Какой для вас Приемлемый Рой Для внутренней Мотивации Это будет зависеть Конечно же От конкурса Но Я могу сказать Базово Что если мы понимаем Что эффект И вклад Будет сопоставимы Ну хотя бы в ноль В ноль Мы не будем Пробудить То есть только плюс Либо это стратегически Очень важный Для нас проект Мы понимаем Что это инвестиция Ну как сервис Даже если он не приносит Прибыли Все равно Наши конкурентные преимущества Нужно постоянно Поддерживать Ты мне сказал Очень важную вещь Про конкурентные преимущества Является ли Вот корпоративная культура Вот то что ты создаешь Вот из этих кирпичиков Может быть еще какие-то Накидаешь Тем самым Конкурентным преимуществом Безусловно То есть его нельзя скопировать Никак Нельзя скопировать Я вижу лица ребят В начале нашей беседы Говорили о лицах Приходит кандидат На собеседование Они еще даже анкету Не начали заполнять Они видят атмосферу в офисе Они видят людей Которые сидят Какая это атмосфера в офисе Они видят Что сидят Люди их возраста Они видят Что они чувствуют себя свободно Они передвигаются свободно Говорят естественно Что их никто не зажат Не зажимает В их разговорах В их мыслях В суждениях Они ходят с чашками кофе И они хотят Но при всем при этом Трудовая дисциплина существует Мы ориентированы на результат Мы всегда говорим о результате То есть там Если он пришел в 8.15 Он не будет писать объяснительную Нет Если даже позже пришел Но он должен сделать то Что он должен сделать Он должен сделать то Что он должен сделать Во-первых Но если мы говорим об офисе То я рассчитываю Что если будет какая-то ситуация Когда нужно будет поддержать компанию То человек готов Спокойно задержаться То есть у вас нет Вот этого параноидального Контроля с 8 до 6 То есть мы все-таки отходим Есть тренд отхода От продажи От сидевших часов Все-таки К оценке результатов Более того Тренд будет сугубляться И в горизонте 5 лет Наверное Это будет первый критерий Который будет ставить Кандидаты А свободное посещение Свободное посещение На первое место Ух ты Сейчас это корпоративная культура Люди выбирают Исходя из того Кто их будет окружать В какой компании окажется Если мы вспомним 5-10 лет назад То это была стабильность Компании Бренд компании Зарплата Конечно стояла На первом месте То сейчас Эти приоритеты Поменялись Сейчас очень важна Корпоративная культура Компании Ты говорила Гэлл прислал Новые исследования Что хотят Сейчас больше всего люди Корпоративную культуру Сейчас очень высокий запрос На корпоративную культуру Кто меня будет окружать Удивительная вещь Значит Корпоративная культура И есть То самое Конкурентное Ведь айфон Можно купить дешевле Чем в ресторе Наверное Там в интернете Где-то какой-то левый Может не левый Не важно А вот именно Ощутить удовольствие Ведь айфон Это не просто покупка Экономия денег Это состояние Принадлежности К бренду Наверное Как и найки Как и мой ребенок Когда приходит в лего Он в восторге от этого Вот это состояние восторга Это и есть Та корпоративная культура Которую вы строите Конечно Мы хотим Чтобы у вас Это состояние Сохранял Всякий раз Когда он будет Открывать коробку Лего Мы хотим Чтобы он испытал То же удовольствие Которое он испытал Во время покупки В магазине И безусловно Еще раз Навернулся Может быть Быстренько доложишь Все оставшиеся кирпичи Просто хотя бы По наименованиям Атмосферу Сервис мы уже вписали Смотрю Там пустой Лидерство Спорт Сервис Атмосфера Наверное Это основные Остальные Люди Мне бы хотелось Надо сказать Люди Это все Мы без людей Люди Это наше Все Управление человеческим капиталом Это ключевая На сегодняшний день Наша Скажи мне пожалуйста Вот Ты HR-директор Во многом Трансформация Позиции Роли HR-директора Она тоже Претерпевает изменения Если это раньше Был Там Человек Отвече Заказывает документооборот Потом Это Какие-то KPI Потом Это Все остальное А сегодня Ты говоришь Такими понятиями Как Рой Бренд О чем Раньше Даже Представить Нельзя О создании Атмосферы Как ты считаешь Какой тренд Вот этой Должности Этой Профессии HR-директора Ну хотя бы В самое В самое Такое Ближайшее Будущее Какие изменения Наши тут Что ты для себя Считаешь Тебя ждет Какие вызовы Ты столкнешься С какими Мне кажется Грань между Кадровым документооборотом Потому что раньше В студии HR-директора Она будет все Меньше То есть Она будет просто Отдельный специалист Совсем Не имеющий Отношения К HR Больше Больше интеграции В бизнес Безусловно Есть свои Знания Специфические Которые остаются С HR-директором Эту работу Просто должен Кто-то выполнить Технологичность Технологии Да А роль В компании Какова будет Этого человека Хотелось бы Верить в то Что роль Будет расти Хотя Сейчас Еще нужно Сделать Много шагов Для того Чтобы Эта роль Стала Еще более Значимой Но Эти люди Безусловно Должны быть Больше Про бизнес Они должны Быть На одной Ноге И с первым Сом Компанией С бизнесом С топ Командой Если говорить О розничном Бизнесе То Роль клиента Должна Прослеживаться Во всех Процессах Которые Выстроены В HR То есть Это мы Примерно Смотрим То что Было С маркетингом Раньше С департаментом А потом Говорят Что сердце Компании Это маркетинг А мне кажется Сейчас Сердце Компании Это люди Поддерживают Позицию Генерального Директора Мотивируют Генерального Для того Чтобы он Транслировал Все эти Позиции Будут Мне кажется Самое главное Мне кажется Люди всегда Были важны Просто Может быть Не до конца Себе отдавали Отчет Либо Не всегда Вещи Правильно Называли Мы сейчас От маркетинга Столько черпаем Вдохновения Мы столько Узнаем О наших клиентов И нам Больше и больше Хочется Предложить Для них С точки зрения Чартехнологии Что мы еще Можем сделать Для того Чтобы клиент Чувствовал себя Более счастливым В наших магазинах Спасибо тебе огромное Как видишь Наше время Пролетело Просто Мгновенно Незаметно У меня есть Несколько вопросов К тебе В оставшиеся Одну-две минуты Что тебя Драйвит В своей профессии Люди То что меня заряжает Я прихожу На работу Каждый день С огромным удовольствием Я рада Видеть свою команду Я нереально Заряжаюсь От магазинов Когда прихожу И общаюсь С нашими Сотрудниками И для меня Всегда Очень значимо И важно Видеть людей Которым нравится Их работа Для меня Это так важно Когда мы находим Человек правильного Которому нравятся Продажи Нравятся люди Нравится продавать Наш товар Он любит наши бренды Вот мне тогда кажется Что я со своей работой Справилась И еще что-то Смогу предложить Компании И совсем последнее Что бы ты порекомендовала Людям Которые смотрят По всей нашей стране Которые находятся Перед Они понимают Что что-то надо делать С чего начать Нужно Собственникам Генеральным директорам Над чем задуматься Чтобы Начать создавать То самое Конкурентное преимущество Что и является Для него Это его компания С чего начать Что нужно делать Любому человеку Часто Полезно Рефлексировать Понимать Где он сейчас есть И где он хочет оказаться Это первое С чего нужно начать Если Думать О долгосрочных Перспективах Думать о том Где ты хочешь Когда компания оказалась Если она стала лидером Она стала компанией Значимого уровня Мирового уровня То нужно Ставить Правильные ценности Углового угла Для нас Это клиент Мы работаем В клиентском бизнесе И для нас Клиент номер один Спасибо тебе большое Было очень приятно Уважаемые радиослушатели Я надеюсь Что вы сегодня Подчерпнули для себя Очень много нового Вы услышали о том Как лидеры Нашей отрасли Занимаются тем Как построить Своё конкурентое преимущество Конкурентое преимущество Не в ценах Не в маркетинговой позиции Конкурентое преимущество В людях В корпоративной культуре Большое спасибо тебе За сегодняшний эфир С вами был Роман Дусенко На радио Медиаметр С программой Бизнес-Завтрак И до встречи На следующих выпусках Пока